Андрей, привет! Привет! С самого начала хотел бы сказать, почему решил взять у тебя интервью. Очень полезно, наверное, брать интервью у трейдеров, у которых опыт там 10 плюс лет. На мой взгляд, не менее полезно брать интервью у трейдеров, которые торгуют там 2-3-4 года. Они, казалось бы, недавно вышли на какой-то уровень заработка с трейдинга, но при этом уже имеют за спиной определенный опыт, который может быть, как я и сказал, полезен, наверное, в первую очередь начинающим, но, возможно, и те, кто уже имеют достаточно большой опыт, что-то для себя почерпнут. Поэтому ты здесь. Логично. А характеризуй, пожалуйста, трейдинг тремя словами. Я думаю, у нас интервью будет такое достаточно веселое. Веселое? Мне кажется. Характеризую его тремя словами. Ну подумай. Что приходит самое первое в голову? Какая-то работа с психологией, мне кажется, все-таки. Ну вот, будто бы все наши внутренние психологические штучки трейдинг прям показывают. И вот работа над собой. Я не знаю. Трейдинг – это как маркер. Мы просто себя, свое нутро видим в трейдинге. То есть вот в торговле, вот эти все наши проявления, оно видно. Мы сейчас с тобой закроем сразу несколько вопросов для начинающих трейдеров. Первый – это с чего ты начинал в плане рабочего пространства? Я имею в виду в плане железа. В плане железа ноутбук, HP, павильон какой-то там, 1366 на 768 разрешение, ставишь 3-4 стакана, ну точнее там 5 влазит в принципе и ковыряешься. Альтабом лазишь в браузер, смотришь там графики. Соответственно, ноутбука для старта более чем достаточно. Да. Сколько времени на трейдинг ты тратишь в настоящее время? 10, да, и до 7. Можно даже еще вечерку посмотреть открытие. Но было, я помню, время, когда вот у нас была утренняя сессия, основная, вечерняя, и я пытался все просидеть. Ну вдруг там какая-нибудь тема будет. И я помню, что на вечерке что-то там стрелял, Газпром, Сбербанк, и вот мы там все сидели на вечерке в итоге. Основной сессии практически ничего не происходило, а в вечерке что-то было. И утром происходило. И вот хотелось долго посидеть, все понять, и потом подумать, а вот как лучше. Вот там, может вот утром, например, открыть, посмотреть, либо вечером. Но я и так, и так делал. Иногда просто в офисе сидел круглые сутки. По большому счету, если ты трейдер, торгующий внутри дня, ты так или иначе уделяешь максимум свободного времени торговле. Не получается так, что час-два поторговал, и все, на этом закончилось? Конечно. Ну а как это? Там час пройдет, уже новые графики, они по-другому все нарисуют. Это все надо смотреть. А на трейдинг вот так и строится то, что ты посмотрел, посмотрел потом в стакан, ну графики посмотрел, посмотрел в стакан. Есть какая-то активность, нет активности. И вот так вот постоянно это повторяешь, повторяешь раз за разом. Как ты считаешь, в чем интерес торговли именно внутри дня? В чем зерно или как это назвать, как это обозначить? Почему людей тянет торговать именно внутри дня? Как ты считаешь? Хороший вопрос. Ну просмотрим альтернативы. Например, не знаю, там средний срок инвестиции. Скучно? Типа, да, зашел что-то там, и там в час там. Но все равно ты будешь смотреть, скорее всего, каждый час. Типа, а что там? А что там? А это, считай, активная торговля. То есть ты прям самый первый. Ты являешься вот прям свидетелем вот этого движения. А как ты воспринимаешь трейдинг? Как работа? Я бы хотел немного свести в другую тему. То, что если вот это обычная работа, а это работа такая некая разнообразная. Она как творчество какое-то некое. То есть каждый день он по-своему особенный. И вот как ты к нему подойдешь, что в нем будет происходить, это вот будто бы что-то, каждый день что-то новое. Однообразной рутиной нет? Ну да, да. Я вот об этом как раз хотел сказать. Каждый день тебе приносит что-то новенькое, да? Если вы хотите научиться торговать на бирже и стать трейдером нашей компании, можете пройти на сайт logcap.ru, нажать кнопочку «Стать трейдером» и оставить заявку. С вами свяжутся посредством телефона или письмом на почту. Также вы можете написать нам любой интересующий вас вопрос в сообществе ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Продолжим. Ты знал, что в Воронежской области есть пустыня? Нет. Первый раз здесь. Представлял, что такое может быть вообще? Недалеко от нас. Слушай, ну на квадроциклах здесь вообще совсем другие эмоции, согласись. Я думал, тут какой-то лес будет просто. А оказалось, что... А где ты уже катался на квадрах? У тебя есть опыт? Второй раз. Первый раз на Бали. На Бали? А там где? Там какой был ландшафт? Всякие джунгли. Там камни, вода. Там тоже нифига себе. Ну это было забавно. То, что первый раз и сразу туда. Когда еще особо ничего не понимаешь, потому что там все особо не понимали, что вообще будет происходить. Ну весело. Веселая такая была тропа. Я тоже, конечно, поражен был, когда увидел фотографии, что есть в Воронежской области, что фактически называется Донская Сахара. Прям пустыня такая. Откуда она здесь взялась? Почему она здесь? Очень интересно. Откуда ты родом? Косторная. Это Курская область между Курском и Воронежем. В общем, такое городишко. Ну так сложилось, что оказался в Воронеже. А чем ты занимался в детстве, в юношестве, хобби, влечения? Ты человек творческий, так сказать. Творческий? Нет мира сего, как обычно говорят. Все пока гуляли, я что-то там сидел, рисовал, собирал. А что рисовал? Ну что мне понравилось, я пытался повторить, вынести что-то свое. Поселок, да? Да. Получается, поселок. Наверняка хозяйство, тяжелый труд. Я даже не говорю про огороды, просто деятельность моего отца, к примеру, она была связана с неким, можно сказать, тяжелым трудом. Это у нас рынки были, то есть приезжают какие-то машины, товар, надо разгрузить, помочь. И в общем, да. То есть помимо художественной деятельности еще и такая силовая нагрузка постоянная. Мне всегда так говорили, что через труд все понимается, что если вот не будешь учиться, то все, будешь вот так вот грузчиком все время работать. А из увлечений есть сейчас что-нибудь? Я с этого года какие-то широкие себе увлечения взял, путешествовать. Просто я до этого постоянно работал и в работе, и как-то сказать, что у меня какое-то хобби есть, ну я не могу сказать. Это слишком громко будет сказано. А чем-то хочешь, может, начать заниматься? Ну вообще я хочу вот, ну это тема путешествия, все посетить. Вот буквально все. Как везде магнитиков собрать. Внутри путешествий, там, например, ну как знаешь, модно на серфинге научиться кататься. На серфинге? А, ну это возможно. Это, по сути, те же самые квадроциклы, что вот приехал, я даже не думал, что, ну как бы Бали, все думают серфинг, серфинг, только квадроцикл. Ты, кстати, пробовал серф? Не. Не, я пробовал искусственную волну там. Ну это весело. Я там порос неплохо приложился. Но стоять научился, то есть держать баланс и кататься туда-сюда. Но потом не потянул в одну настоящую волну? Да там жесть. Тяжело, да? Ну там где-то нормальная волна, где-то, ну, для слишком крутых парней, наверное. А, то есть вы были в том месте, где уже не совсем новички? Да, да. Там зона ограничена, и то есть, блин, унесет и не заметит. Я еще не пробовал. Мне очень хочется попробовать, конечно, серф. Но после твоих рассказов уже как-то не очень. Нет, ну ребята пробовали, с кем я ездил. Все у них хорошо было. Ну просто я решил там полазить, посмотреть храмы. У нас прошлое интервью было с Антоном, и там была максимальная, кстати, кто не видел, обязательно посмотрите, также на этом канале. Была высокая концентрация спорта. Спорт? Да, у тебя с этим как? Ты занимаешься спортом сейчас? Пытаюсь, пытаюсь себя привести в порядок. Как минимум работа такая, постоянно сидишь за компьютером, осанка, даже сейчас как-то чувствую себя некомфортно. А какие цели в спорте? Хочется лучше выглядеть. Ты же сам понимаешь, что ты хочешь быть лучше. И в этом плане надо и в этом ключе развиваться. Заниматься спортом и так далее. Я даже не понимаю, как можно не заниматься. Ты все время занимался спортом, сколько себя помнишь? Нет, были перерывы. В школе я занимался, то есть, как-то было интересно. Может, там, девушки, еще что-нибудь. Каким ты занимался? Просто скачалочка. Именно какой-нибудь такой активный спорт, ну, там, баскетбол, у нас был футбол, но мне это все особо… Не на профессиональном уровне? Не на профессиональном уровне, да. А с какой суммы на торговом счете ты начинал? Тысяча. Просадка 50 рублей. Объемы, там, два лотика, один лотик. Достиг, там, три тысячи. Красава. Больше трех тысяч уже, все, трейдер мощный. Я могу так сказать, то, что вот для раскачки у меня было времени девять месяцев. Девять месяцев раскачиваться. Почему? Почему девять месяцев? Это вот такой период, когда ты переваливаешь, там, у тебя было тысяча рублей, и ты с этой тысячи смог сделать, ну, X20. 20 тысяч. По сути, не так много, но по логике я делаю те же самые вещи, но объем уже побольше, просадка побольше. И вот этот вопрос, ощущение, то, что, например, с просадкой 50 рублей, пусть это и несущественные деньги, но все равно ты понимаешь механику, то, что вот ты сейчас там в предмарже, допустим, тебе нужно там отбиться или что-то сделать. И вот это вот психологическое состояние, оно немножко отодвигается. То есть тебе уже было некомфортно 50 рублей, стало комфортно, потом 100 рублей, потом 200 тысяч, и вот так 30 вот у тебя сдвигается. А вот ты затронул тему раскачаться, разогнаться. А что для тебя было разогнаться? Это какая-то конкретная сумма на счету? Первое, что я хотел, это открыть фьючерсы, просто их поторговать. Они все рублевые, там как-то больше рисков. Просто посмотреть. Но у меня опыт с фьючерсами был не очень хороший. То есть я их как-то поторговал, потом понял, что ну ладно, я лучше дальше на акциях продолжу так вот копить, копить, копить. Если что-то на фьючерсах будет интересное, я буду смотреть. Объемы увеличивал и какие-то новые инструменты для себя открывал. На начальном периоде ты находишь какие-то интересные для себя инструменты, и вот ты думаешь, что вот я их пока вот буду собирать, а потом, если что-то там это, может быть переключусь. Ну и очень сложно переключаешься, но все равно это происходит. А вот еще где-то ребята, например, на чем зарабатывают, тогда я попробую. И вот если у тебя получилось, ты такой, оставлю у него, посмотрю еще этот инструмент. Растет интерес, сначала там какие-то определенные инструменты. Арсеналовые инструменты. Да-да-да. Инструментарий. И ты расширяешься. Главный вопрос всегда спрашивают, а с чего начать, какой инструмент? И вот в мое время энергетика ходила. Вот, ну просто там спреды были, ты мог там собирать что-то, два-три скальпа, еще что-то. Ну, там по-разному я заходил. То есть не могу сказать, что ты там выставил, закрыл лимитку. То есть опять сейчас начнется, наверное, разговоры про что такое скальпинг, что такое. Мне не важно. Ну вот, надо как-то деньги достать. Параллельно. Да. Надо как-то деньги достать. Вот. Ты видел, что это можно сделать так, вот собрать спред. Можешь где-то там от объема выставить, прострел взять. Можешь в проедание зайти. То есть механики, ну механика разная. Пробуешь и то, и другое. И смотришь, как она в итоге на самом деле отрабатывает. Что помогло разогнать счет? Не знаю. Я себе ставил цель, то что вот есть процентка 50, если я делаю 50 рублей, все, красава. Заканчивал? Не, не заканчивал, но я понимал, что вот. Дальше я просто смотрю и что-то так. Торговая активность, она сводилась на минимум? Или ты все-таки торговал? Не, я торговал. Я пробовал, но меньше рисковал. То есть я какой-то набил, то есть у меня какая-нибудь удачная сделка. Я как бы держусь за это, потому что это легко раздать. Ну, то есть были прецеденты, что я это раздавал и уже как бы не хотелось лезть лишний раз. Понимал, что это очень быстро так же уйдет, если ты начнешь там, не дай бог, удваивать как-то объемы и еще что-то. Вот у меня есть план на неделю, я должен вот это его сделать. И так вот суммарно закидывал, там месяцы, там 4 недели. У меня будет вот так. Цель там за неделю выполнил, класс, там увеличить просадку. Ну, я как просадку просил, например, увеличить, а объемы там немножко увеличивал. Не так, что типа просадка была 50, сделал 100 и объемы сразу в два раза. По чуть-чуть. Как долго длился твой путь до 100 тысяч на торговом счету? Это отдельная история. Ну, по сути, я сначала торговал на одном счете. Это был Алаб. Я приехал с севера, я учил, я студент был. Как бы приехал, решил у Сергея Лагунова спросить, а чем он занимается. По итогу он сказал, ну, я там сейчас в Краснодаре трейдингом занимаюсь. Не хочешь заняться? Там все, что надо, документы отправишь, а я там, если что, ну, помогу, там объясню, что, кого, чего. Я такой, окей. У меня там демо-счет и тоже 1000 рублей, и там какое-то условие, то, что его надо, во-первых, не слить, во-вторых, ну, типа раскачать. И в зависимости от того, как ты раскачаешь, тем быстрее ты откроешься вроде бы счет себе. Боевой, наверное. Боевой, да. И с этого момента все началось. Ты мне там объяснил, что, типа, демо-счет, он немного отличается от настоящего рынка, потому что там как-то все, ну, радужно. Игрушка, игрушка. Там были еще занятия, занятия с психологом даже были, которые ты говорил, лучше не посещать. А у тебя были? Ну, там... Я говорил, что лучше не посещать? Да, да, ты говорил лучше. Ну, потому что ты там, типа, говорю, туфта какая-то вообще бесполезная. Ну, там реально женщина... Ну, я не хотел... Женщина что-то берет и говорит такая, успокойтесь. Не поникуйтесь. Я не хотел никого обидеть, если что. То есть там, может быть, такое было, но не со зла. Ну, возможно. Ну, ты мне просто сказал, типа, мастер-классы смотри обязательно на эти психологические можешь это время не тратить. Да потому что они, мне кажется, психологические, они не нужны, когда ты начинаешь. Ну, какой? Какой толк от этого? В общем, я смотрел эти уроки. Обычно они как проходили, человек берет, что-то там спрашивает. Вопросы. Какие вопросы? Я вообще ничего не знаю. Это еще пишут, типа, ну, спрашивай. А что спрашивать? Я как бы вообще ничего не понимаю. Я пришел тебя послушать. Да-да. Расскажи что-нибудь там. Он такой, ну, блин, где активность, где это? И вот он сидит так вот, ничего, ничего, ничего. Не спорю, были моменты, когда он там какие-то сделки делал. И было вот это интересно посмотреть, как он кликает, что вообще происходит. Ну, я если все читал, там была методичка, все расписывалось, типа, что такое там волатильность, и квитность. Потом, как говорили, что в конце надо экзамен сдать. Ну, потихоньку-потихоньку раскачивался. Я помню, что, типа, плюс 17 рублей, минус 13 рублей. Ну, просто какие-то попытки. А в итоге получилось там что-то разогнать? У тебя есть тысяча, и когда ты такой смотришь, у тебя там, например, 1138. Ты такой, блин, ну, это ж... Уже заработал. Уже 13% как бы, уже к росту. Нет, это может быть кажется смешно со стороны, но на самом деле это очень тяжело. Особенно, мне кажется, криптотрейдеры будут воспринимать, типа, да что вы заливаете? 100 рублей заработать, что там зарабатывать? А тут попробовать надо. Опять же, заметим, я студент, вот у меня там стипендия, дом, там родители помогут, я приехал, вот, после пар, сел, открыл, посмотрел мастер-класс, что-то открыл, поторгал, пощелкал, попробовал, не получилось, закрыл. Начинаю там пробовать как-то графики поинтересному поставить, вдруг это как-то работает. Нарисовать что-то? Да, у меня, я помню, эти графики были, я там кучу этих палок нарисовал, все остальное, и как просто смотришь, я просто сейчас думаю, это же вообще смешно было. То есть я там миллион уровней нарисовал, и то, что вот тут точно ретест будет, ошибаясь, что-то делал. Так как ты разогнался до 100 тысяч? До 100 тысяч? Мы начали слишком издалека. Я очень долго разгоняю сейчас, но суть в чем, я вот на этом счете разгонял, все, у меня там максимум получилось 17 тысяч, и по итогу я прекратил вообще заниматься трейдингом. Там диплом, плюс у меня еще там, как бы, ну, тема отношений, забил на какой-то неопределенный срок, там до защиты диплома какое-то время, и после. Позанимался сколько-то, вот так вот, еле-еле 6 месяцев, ну, что-то такое, то есть какая-то база уже была, я вот теорию что-то знал, как это работает, механику, все я понимал, а денег нет, ну, все, 17 тысяч я сказал, ну, это долго было, и да, сейчас вот получится так, что типа я за 6 месяцев, типа с 1000 до 17 тысяч, нет, там долгая история в этой малабе была, потому что, например, у меня не получалось, я насколько помню, ты говоришь, давай откроем фьючерсы, попробуешь фьючерсы, ну, типа сейчас, ты говоришь, например, рынок акций не ходит, просто попробуешь, что это такое, пополнили, у меня сишка, что-то получилось взять сишку, потом я отдал половину депозита на сишке такой, ага, все, фьючерсы классно, больше не трогаю, и вот такие вот моменты были, и вот это оно все так вот длилось, опять же, блин, по времени вот это все бы, ну, но не суть, да, в общем, я на это забил, ничего, по сути, не заработал, времени куча потратил, а денег никаких, дальше я занимался, там, в стройотрядах, учился, искал какую-нибудь работу, был в офисе, работал сотрудником по специальности, пытался в администрацию устроиться, там тоже каким-нибудь спецом, и вот так вот искал, искал себя, в первом году обучения на магистратуре, Сергей мне предложил, короче, работу, говорит, вот там есть компания, Log Capital, я такой, блин, ну, как бы, я тоже лагунов, в принципе, интересно, типа, Андрюха, Андрюха Лагунов, работает в Log Capital, звучит, все, я такой, блин, классно, я учился в Курске, переехал в Воронеж, ну, опять же, там обусловились, там у меня сестра жила, чтобы у меня была возможность там существовать, опять же, замечу, я учился в магистратуре, но при этом жил в другом городе, и там работал потом, то у меня так же опять тысяча рублей, и я раскачивался, и тут я уже точно помню, у меня весь этот период, я начал в августе, закончил в июле, у меня было 24 тысячи на счету, я также делал то же самое, что в Алабе, то есть, ну, полчаса более успешно. А в июле что? А в июле я в армию ушел. Итого до 100 тысяч? Итого до 100 тысяч, после вернувшись с армии, я за осень, из 24 вот эти, что у меня остались на счету, я разогнался до сотни, три месяца. Фактически за год? Ну да. 100 тысяч? С перерывом в год. Такой незначительный внос такой информации, ну и что? Спустя какое время относительно старта ты смог позволить себе вывести первые деньги? Когда было уже на счету более 200 тысяч, я вывел первые деньги. Там не то, чтобы они какие-то большие были, то ли тысячи 10-20 и... На что потратил? На что потратил? Блин, хороший вопрос. Я вроде бы их даже не тратил. Ну как, я их тратил постепенно, чтобы они просто были. Я такой, ну класс, есть как бы деньги, я могу там что-то сделать. Все. Не было такой, знаешь, ситуации, что я вывел и сразу их потратил. Ты сказал 200 тысяч, а по времени это сколько было? Все танцы с бубном, что были от возвращения армии. Осенью заработал 100, и там уже после 100 были темки, опять же, как не парадоксально, на энергетике, это был какой-то второй эшелон, там ВРСБ, какие-то вот такие инструменты, которые вот как крипта, просто что-то там, не ходят, не ходят, просто палки, и постоянно в планку. Ну, я это заметил, я еще помню, что я заболел, и с ноутбука это еще торговал, то есть открыл дома ноутбук, просто щелкаю, и кто-то в чате написал там, о, ВРСБ, что-то опять в планке. Я открываю, а там спредширует, то есть старая классика, типа, но только инструмент дороже, делаешь то же самое, но инструмент дорогой. И там раз щелкнул, а он 2 рубля стоил, и там спред 50 пунктов, 100 рублей. Такой, блин, а если на 5 зайти? Оп, уже там тысячу. А если на 10? А если на 20? А все работает, да. Я такой, блин. И вот это был момент, когда для меня вот значимо не то, что я как заработал, а сколько я за день сделал. То есть баланс торгового счета уже был неважен. Ну, то есть я 100 тысяч сделал, у меня там цель была 250, то есть вот как бы к миллиону. День был то, что я сделал 10 тысяч рублей. У меня вот в среднем там получалось 1000-1300 в день. Но это уже нормально. Я не особо запаривался, то есть это не были какие-то там прям кровью и потом деньги заработали. Ну, есть ситуация, я что-то отработал, там 200 рублей, там 300. А тут, короче, получается на вот этих инструментах 10 тысяч заработать. Я думаю, типа, ну, может, повезло. И на следующий день повторяется ситуация. То есть инструмент так же ходит. И вот на этих ситуациях, я помню, что заработал там у меня было ну, там в неделю, дай бог, там 5000, а тут хоп 25. Все. Неделя 25 тысяч. Капец. Классно, классно. Потом в следующей неделе хоп тоже 25. И она уже получается, что к личному счету он там выходит вот тебе 50 тысяч за 2 недели. А что входит в торговый арсенал сейчас? Что ты торгуешь в основном? Какие площадки, инструменты? Ну, акции все смотрю. Графически, что есть. Там, Новотек, ну, Газпром, Сбер сейчас не особо ходят. Но вот Озон, Яндекс. То есть в основном это акции? Да. Фьючерсы, валюта? Если у меня смотреть в проценте, на чем я зарабатываю, процентов 60 это акции. 60. Ну, было в один момент смещения, когда валюта там ходила, у нас когда валюту открыли, там больше была валюты, то есть 60%. А так в основном, если я открываю баланс, у меня основной прибыль идет с акций, фьючерсы у меня плюс-минус, ну, то есть как бы я их ввожу в плюс, но это незначительный плюс по отношению акций. И валюта так сейчас тоже хорошо у меня получилось, и суммарно это выходит в хороший такой... То есть 60, валюта 30 и фьючерсы 10, наверное, да? Да, где-то так. Какое у тебя образование? Высшее. У нас это, получается, я учился в Курске. Информационная безопасность. Университет ЮСГУ. Не знаю, может, кому это тоже чем-то говорит. У меня после 11 класса идеи вообще не было, куда чего идти. Я вообще думал, что я буду гуманитарий, жесткий гуманитарий, потому что мне что-то нравилось, там, история, общество знаний, это интересно, законы почитать, понимать все. И как бы... Ну, крутой человек, который понимает вообще по жизни все. Ну, больше, чем остальных. По жизни все. Он прошел жизнь. Да, он прошел жизнь. А сложилось так, что я гуманитарий-гуманитарий, попадаю в факультет фундаментальной прикладной информатики. Чисто матан. Жесткий. Сначала было все легко, а потом как-то не очень. Ну, может быть, я халтурил, но немного разочаровался, потому что, когда ты идешь на высшее, хочется прям сразу информационной безопасности. Хочу компьютеры что-то там делать, защищать, оборонять. А в итоге получилось, что математика, высшая математика, дискретная математика, еще какая-нибудь математика. И это не заканчивается, и в итоге приводит ни к чему. Был профильное занятие, там, специальное. И вроде бы что-то так наклевывалось интересное. Даже хотелось как-то этим уже заниматься. То есть, во, вот этим, оказывается, можно деньги зарабатывать, да и быть профессионалом, специалистом. А по итогу, как бы после бакалавриата, когда ты защищаешь диплом, ты такой, а сюда можно? А вам надо там опыт. А как получить его? А как, да. Можно я постажируюсь? За еду и не знаю, что-нибудь. Ну, нет. Можешь там бумажки поперекладывать, но типа как помогаешь, основной деятельностью не занимаешься, а так вот просто разгружаешь какой-нибудь. И это был такой себе опыт. Как говорится, приди, подай и пошел. Ну да. Поэтому я там, как бы, во время универа искал какие-то другие источники работы. Там были эти всякие стройотряды. Вот я попал в стройотряд. И работал, опять же, тяжелым трудом. Там мы дороги делали. И все связано, что с дорогой было строительство. Стройотряд на то и есть. Кстати, это даже какой-то плюс был. То, что я как бы увидел мир, так сказать, немножко. Да, с другой стороны. Ты упомянул, что тебе было интересно вот в тот момент, когда ты учился, что появилась какая-то там возможность ну типа в этой сфере развиваться. То есть в итоге не получилось вообще никак? Не пригодилось? Я могу сейчас краткую историю рассказать. Как раз это связь стройотряда и вот это образование. Когда я попал в стройотряд, работа была на дороге. Мы там делали дороги, делали бордюры, все остальное. А где делали? В Курске? Да. Леруа, Мерлен, короче, бордюры. Это я делал там. Кто находится в Курске, знаете, что Андрей делал там дороги. Бордюр там, да. Помню еще ездили в какой-то там поселок для сахарного завода, какую-то площадку бетон. Это, кстати, такая интересная тема, что студенты выполняли норму больше, чем просто рабочие. Строители рабочие. Это было, вот мы субботу, помню, приехали, считай, группа студентов, каких-то 2-3 мужика, которым, видимо, в субботу было нечего делать. И просто приезжают миксеры разливать вот эту вот ситуацию. Там надо это все уравнять, там рейка, все. Ну, я сейчас рассказываю, будто бы я профессионал, но я уже не помню, что там. Но это было долго. Это еще все на солнце, ты сгораешь полностью. Месяц отработал, дайте мне сколько я там заработал. Там можно было еще остаться, что-то поработать. И мне дали там сотками, пятьдесятками, 24 тысячи рублей. И, в общем, у меня рюкзак с пятьдесятками-сотками, и я еду с этим рюкзаком до общаги. Просто богатый человек. Жаловаться на стройотряды я не хочу, потому что там был момент, что осенью нам предложили съездить в Ямал-Ненецкий автономный округ в Иваненково. На север? На север, да. И то есть классная идея. На поезде ездить, вот как раз Курск, Воронеж. Такая авантюра. Да-да, до Уфы. Потом с Уфы на самолете туда, на север, как бы и на самолете полетать. На то время я вообще, как бы, такое путешествие, поработать, деньги заработать. Ну и там, получается, день был 2500, мы отработали там 14 дней в день и 14 дней в ночь. И то есть можно было увидеть полярное сияние, вот это вообще, как бы другая погода, атмосфера, и вообще находишься, фиг пойми где, далеко очень от дома. Сколько там получилось заработать? 75. Чисто просто. Нормально. И с теми я, как бы, приехал уже такой богатый студент. И вот, кстати, вот подвязка. Я приехал, из того, что это было время, у меня очное было, обучение. Приехал, получается, осенью, в конце осени. Там нужно было защищать, типа, семестр или как там. Получается, все учились, а мы, как бы, строят рядом уехали. Нам разрешили уехать, но, как бы, защищаться все равно надо. Я с горе пополам это все защитил. И там была, типа, практика, Щитинформ и подобные организации, связанные с информационной безопасностью. И там нужно было помочь с разгрузкой и разгрузить персонал. Там они что-то очень зашивались, много все, всякой работы делали. И они брали студентов на подработку. И, типа, если понравится, можете на полную потом после обучения дальше работать. по итогу я там отработал. Ну, я работал так себе, честно говоря, потому что это еще надо было совмещать с универом. Ты после универа приходишь, там, проработал сколько там и уходишь. И я получил 8 тысяч рублей. За месяц? Да. И, типа, 75-8. И вроде бы, как бы, специальность, и вроде бы, но такой, блин. Ну, что-то как-то, даже если это стажировка, но это нечестно. Следующий вопрос был о том, пригодилось ли тебе образование в будущем. Я к чему веду? К тому, что, например, я отучился в университете, и, как ни странно, универ научил меня учиться. В этом есть прикол универа. В этом плане у тебя универ как-то повлиял на... Помог тебе? Как ты считаешь? Ну, опять же, работа была с компьютерами. Я сидел, печатал, печатал, печатал. Но, тем не менее, тут тебе задают какое-то ТЗ, дают, да, там, что-то сделать. И это же надо сделать. Не получится просто взять так, где-то там, списать. Это же надо... Меня же не исключили. Получается, я старался, что-то делал, и как бы выжил во всей этой атмосфере. Ты не с красным дипломом закончил? С красным. Обалдеть. Не, ну тут, опять же, условность, то, что я бакалавриат закончил, вопрос армии. Я думаю, вообще, чем заниматься дальше? Вот эту работу, получил 8 тысяч, думаю, и что? То есть, я сейчас еще уйду в армию, год вернусь, буду вот это 8 тысяч получать, потом, возможно, 16-25. Ну, в другой город, может, чуть больше буду получать. Опять же, аренда в жилище, все. И вот это постепенно, постепенный процесс, потихоньку раскачивается. Не понял связь между красным дипломом и армией? То есть, надо было учиться на красный, чтобы... Нет. Тут связь такая, то, что в бакалавриате у меня не был красный диплом. У меня там был моментик, что я, ну, слишком уставший, пришел на защиту диплома. И именно по защите диплома у меня был... Я, короче, хуже всех защитился. Я защищал самый последний. Я, по-моему, вообще нервный был. Так сложилось, что я захотел поквитаться, может быть. Ну, как бы, я не дурак, вот я сейчас магистратуру. И опять же, я в то время думал, то, что буду все-таки заниматься информационной безопасностью. Просто вот еще чуть-чуть, вот это вот, там же прям вообще специальные прям идут курсы. Вот первый, второй курс, там занятия все как раз по информационной безопасности, название предметов. Такое, все, класс. Ну, может быть, вот. Бакалавриат — это как подготовка. Типа в конце что-то там показали и дальше сам разбирайся. А тут сейчас прям будет классно. Ну, оказалось, что... Ну, после двух лет, что не так. Все радужно, опять же. Не, есть как раз-таки примеры. В той же организации, в которой я поступил, я был там с одногруппницей. Мы вместе работали, пытались там, в общем, не то, что денег заработать, набраться опыта. По итогу она осталась, а я как бы вот это вот начал свой отдельный путь. И как бы смотря на нее, как она в этой теме развивается, я могу так спрогнозировать, что было бы со мной, если бы я остался бы. Ну, и в принципе, неплохо. Старший специалист там нормально получает. Но потом все же получилось так, что тебя забрали в армию после магистратуры. Ну, да. Знаешь, интересно, забрали человека в армию, который вот-вот сейчас стрельнет в трейдинге, потому что, ну, как правило, там спустя год или два получается. Какие чувства? Ну, вот тебя забрали в армию, но ты хочешь торговать и развиваться в трейдинге. Что ты чувствовал когда-то? Это был мой выбор, по сути же. Можно было что-то придумать, не пойти в армию. Но как-то так сложилось, что все говорят, типа, не надо, не надо, а у меня как это срабатывает обратная такая психология, что... А почему? А пойду. Да не знаю, наперекур всему. Ну, типа, новая обстановка, опять же, какой-то опыт. Не знаю зачем, армия для меня неплохо прошла. Как бы не последний человек был в армии, все было хорошо. Как бы мои мозги там пригодились. Ты же все равно мечтал, наверное, вернуться и продолжить торговать? Конечно. А что ты делал, чтобы, так, не знаю, может быть, держать себя в ритме трейдинга? Да-да-да. Ну, я как бы сказать... Книжки умные читал, может быть? Ну, по сути, ты мне прислал какую-то книжку почитать про великих инвесторов. А ты почитал ее? Честно говоря, я там начал ее читать, но быстро засыпал. Ну, то есть, я такой самоуверенный, что я в армии, буду читать книги и там будет уделять время этому. А по факту просто времени нет. Помимо книжек, что еще может быть? Какую-то информацию все-таки... Я следил, как люди торгуют. А где следил? У меня был телефон. И это как раз было время, когда криптовалюта что-то там ходила. И это была приятная такая ситуация, когда там ребят скидывают что-то там. Я заработал тысячу долларов, я заработал 60 тысяч долларов, а я подметаю, считай. В армии? Да-да. Такой, ну, молодцы, ребят. Сейчас приеду, они, наверное, уже все разъедутся там по заграницам будут отдыхать, а я вас догоню. Все. Ты не пожалел, что пошел в армию вместо... Да нет, нет. Не, ну понятно, что есть некая фома, потому что по-другому могло все сложиться, и как бы можно было быстрее всего достичь. Но что есть, то есть. Рассуждать можно без конца. А для внутридневного трейдера, как ты считаешь, важно образование? Да. Играет ли оно какую-то? С одной стороны, это как некий навык. Но если важно образование, тогда куда пойти трейдеру учиться? Трейдеру? Да, ну просто, что может пригодиться? Он, скорее всего, в школе, он даже не будет задумываться о трейдинге. В школе, да. Поэтому ты уже в процессе универа, скорее всего, столкнешься с тем, что вот есть какой-то трейдинг, и можно заняться. Как вот у меня сложилось. Я как бы увидел, попробовал, ну что-то такое непонятное. Ты, получается, аналитик или IT-специалист? Ни то, ни другое. Я вообще фиг пойми, кто. Информационная безопасность не относится напрямую прямо к программистам, IT-специалистам. Это вот какая-то узкая специальность. То есть это как такая дополнительная сфера. Но опять же, вот как у тебя из истории. У тебя были какие-то пары, связанные с экономикой? Ну да. Как ценные бумаги составить портфель? У меня, конечно, такого не было. Но работа с компьютером, вот это вот. Можно расширять вид деятельности до трейдинга. То есть ты какие-то еще навыки берешь. И что бы ты не изучал, по сути, ты можешь это потом применить. Это вот как-то так. Трейдинг, что именно взять, я даже ответить не могу. Ну, в принципе, что-нибудь с фундаментальной прикладной информатикой, математикой. Но опять же, это не факт. Либо найти предметы, где есть рынок ценных бумаг, чтобы понимать вообще, что устроено. То есть ты можешь в универе как раз сделать какую-то базу мощную. То есть помимо того, что ты просто изучаешь потом трейдинг в дальнейшем, какой-то практикуешься, навык получаешь, ты берешь и уже знаешь какие-то термины, как минимум, тикеры, акции, рынок ценных бумаг, как он вообще работает, что это такое. Слушай, как ни странно, бух, учет и аудит у меня был предмет. Я его почему-то не любил вообще. Но вот просто потому, что мы что-то там изучали, я там что-то читал, сейчас достаточно быстро могу понять, какой вышел отчет, плохой или хороший. То есть провести какой-то такой быстрый анализ, просто потому, что был такой предмет в университете. Оно все может пригодиться. Ты даже будешь не ожидать, что вот что-то такое, что ты прошел, оно тебе пригодилось. Очень хочется, знаешь, тебя разобрать и понять. Потому что у тебя есть какой-то свой подход к торговле. Он, на мой взгляд, индивидуальный такой, самобытный. Начнем с риска. Как ты его воспринимаешь? Может, есть какая-то методика, которую ты под себя сделал? Я брал какую-то классическую вот эту тему с 10% риска от просадки на сделку. И ее пытался на объем инструментов вывести. Ну, то есть там шаг цены такой, такой, такой. И так вот равняешься, эквивалент там 1 рубль. И когда ты выходишь на 1 рубль, ну, просто просадка 50 рублей, там вот это вот в момент раскачки, ты еще особо, ну, какие там риски? Ну, то есть ты понимаешь условно то, что там 1-2 лотика. Но вот так вот как-то просчитать, там вот эти 5 рублей, я особо не заморачиваюсь. Но потом я как-то пришел к тому, что вот уже просадка 1000. Я уже могу посчитать точно, сколько объема я сделаю. И типа, если у меня неделя хорошо выходит, еще неделя хорошо выходит, я добавлю на столько-то просадку. Естественно, 10% смещается. Могу объемы немного увеличить. Потом вижу то, что все нормально, я чувствую себя комфортно. Ну, то есть есть вот эти максимум, сколько ты можешь себе позволить зайти, и минимум. И вот как раз-таки преимущество в том, что минимальный порог, когда двигаешь, он по сути психологически комфортный. А в лотности это как выражается? Ты растишь минимальный объем. Ты растишь все объемы, свой рабочий, все остальное. Тебе может на рабочий некомфортно, но минимальный всегда должен быть комфортный. Работаешь от базы, да? Да, да, да. Да, ты может где-то не залился на рабочий, не заработал, но ты на минимальный отработал, ты, во-первых, так же практикуешься, что ты получаешь, может немного заработать с этого минимального. В дальнейшем просто увеличиваешь его, минимальный, ну, вместе с рабочими, и тебе комфортно, комфортно. Это главный такой вопрос комфорта. Потому что некоторые там быстро это делают. То есть иногда мне было обидно, что кто-то там очень быстро раскачался, он там уже работает большими объемами, а мне вот некомфортно такой объем стоять. И типа что делать? Я пытался все это делать постепенно. А прогресс, это разве не наоборот выход из комфорта? Ну, это есть какой-то, но я его не замечаю. То есть он у тебя такой более консервативный получается? Допустим, у тебя рабочий объем 100, да, при этом там определенный какой-то риск, там, 1000, да? При этом твой риск вырос до 1500, на сколько увеличить вот этот 100 лотов? На сколько? 120. Или 100 контрактов? 120. 20% просто наращивать к рабочему? Это все высчитывается опять же, вот как с размером просадки. Ты увеличил на 15, и объемы также можешь посчитать. У тебя был план? Да, был план четкий, то, что вот у меня недели идут, вот 52 недели. Вот я хочу за год столько заработать, хочу просадку увеличить, то есть ставлю планы, там, за месяц увеличить просадку. Если у меня месяц хороший, я увеличиваю просадку, месяц не хороший, еще месяц торгую. И вот это вот, до 24 тысяч у меня вот это вот была практика, я брал и пытался, пытался, пытался. Если это 4 недели, допустим, ты за эти 4 недели хорошо сторговал, ты можешь увеличить просадку, и там объемы по-другому раскидать, и попробовать. Процесс от 1000 до 5000, он немного времени занял. У меня вот эти до 24, у меня уже было 2500 просадка, а вот до 100 тысяч я уже вышел к 5000. Там, ну, быстро это все было. По экспоненте, да? Да. Есть какой-то лимит максимума, лимит минимума. И вот ты минимум двигаешь, максимум тоже двигается, но ты на него особо не заходишь. Не часто такие сделки происходят. Какой риск на день у тебя на данный момент? 30 тысяч. Ты можешь позволить себе потерять в течение дня? Да. Это одна площадка. Если так мы суммируем, по сути, можно 100 потерять. Если жестко тельтануть. Если жестко тельтануть, да. Потому что на фьючерсах это объявить на валюте, и в итоге... В итоге около 100 тысяч. Да, да. Около 100 тысяч получается. Скажи, пожалуйста, у нас есть эта статистика, может быть, ты смотрел недавно. Сколько у тебя убыточных дней за последний месяц или 3 месяца? Если считать этот месяц, у меня получается с первой недели месяц, она как раз четко совпала, потому что 1 август и понедельник, у меня неделя прям классная. Минус 95. Ну, в сумме? В сумме, да. А по дням? На той неделе было 4, остальные все в плюсе. То есть... Да я потом выложу, посмотришь, ну что, как бы там какие вопросы. Мне кажется, у тебя это единственная неделя, когда у тебя прям минус какой-то. Ну да. Были где 1-2 дня. Все. А так вот, чтобы день за днем... Сколько обычно минусовых дней в месяц у тебя? Ну, допустим, 3. Ну, типа, это максимум. Да. Опять же объясню. Были дни, когда жесткий минус, и ты потихоньку отбиваешься, и там, знаешь, типа, день в плюсе, и там, допустим, 56 рублей. Но ты просто отбился, и он как бы кажется, типа, в плюсе. Ну, это классная статистика. Сама по себе. Ну, типа... Поэтому ты здесь и сидишь. Да. Будем тебя разбирать. Как нам сделать так же? Рассказываю схему. В общем, ребят, просадку увеличиваем, не тильтуем, потихонечку зарабатываем. Вот так вот. Минималку сделали хорошо, и вот так вот, ну, временем заработаете. Как тема появится, вы уже заработаете больше. Было хорошо, что когда какие-то... Ну, рынок задвигался, у меня уже были деньги. То есть, был момент с неликвидами, с этой энергетикой. Все. Я на них заработал, потом пошли там февральские события, еще какие-то события, там, после февральские. И из-за того, что уже деньги есть, ты можешь там пытаться зарабатывать из-за того, что уже средства... И опыт, главное. Такой кризисный рынок. Кризисный рынок, да. Он дает много волатильности рынку. И, собственно, возможностей. Да, да. Я никогда, вот допустим, я говорю, что фьючерсы у меня там 10%, но вот был момент, когда открыли только срочный рынок. Фонды не было. Все, я сидел эти фьючерсы, пробовал золото, торговал. Потому что я вижу то, что вот есть возможность... И насобирал. И собирал, да. То есть делал то же самое. Сначала спрэд попробовал свой, типа, как работает, какая там комиссия. Все это посмотрел, на какой объем могу зайти. Вижу, что получается, его отрабатываю. Но в то время еще валюты не было, но фьючерсы хорошо ходили после открытия, типа, первые дни. А был какой-то момент в твоей торговле, когда ты вот понял для себя, что пора набирать обороты? Какой-то триггер сработал? Когда ты видишь, что кто-то больше заработал, он такой же, как и ты. Плюс-минус, так же начинал, как и ты. Ну, с того же времени. И он сделал столько-то, а ты сделал столько-то. Он выкладывает результат, ты смотришь на этот результат, смотришь на свой результат. Ты торговал, допустим, даже тот же инструмент. Но ты отработал... Даже ту же ситуацию. Да, ту же ситуацию. А денег не столько. Что делать? Полез, смотришь, где-то заходил, где-то выходил. А почему? А как он сделал? И это вот как бы такой ежедневный триггер. То, что кто-то сделал, а ты не сделал. Почему? Ладно, еще не обидно, если ты не заметил, допустим, просто человек сделал, потому что вот у него был открыт стакан, вот хорошо. Там только везде, не всегда есть. А вот у тебя там не было открыто. А бывает момент, что вот у тебя открыт, почему-то у тебя как-то переклинивает, а кто-то заходит и не боится. Возвращает нас к первому вопросу, что такое трейдинг, да? Это работа с психологией. Да. Пора забраться, почему кто-то действует так, а кто-то... Она очень жестко работает в психологии. Я по себе знаю то, что, например, ну, поссорился с кем-нибудь и еще что-нибудь. Ты сидишь, это все. Тельдобаза обеспечена. Ты даже вот в ситуации, где нельзя было отдать, ты отдашь. Ты найдешь способ, как себе испортить еще больше настроения. Сколько должно пройти времени, чтобы осознанно подходить к торговле и стать уверенней? Мы об осознанности говорили с Сашей Байдаковым как раз в интервью и там коснулись этой темы. Как ты считаешь... Кстати, если не видели, то обязательно посмотрите. Как ты считаешь, сколько должно пройти времени? Можно по-разному к этому подойти. Мне кажется, год. Год это... Если постоянно делать вот что-то, оно рано или поздно получится. У меня это... Я по себе говорю, вот у меня это заняло там... Какой-то перерыв был, ну вот, 9 месяцев. Вот осознанность. Я уже понимал, что я делаю, уже составил план, как я буду делать. То есть мы для чего вообще торгуем? Чтобы какую-то некую стратегию выработать и ее вот как бы сделать более качественной. А дальше вопрос объемов. Вот я как-то пришел к тому, что вот в неделю столько-то на таких объемах. На таких-то объемах столько-то надо делать. Я продолжаю это делать, просто увеличиваю. Раньше там 5 тысяч, 10 тысяч, 25. И она вот растет, растет. А делаю я то же самое. У меня нету еще вот такой ситуации, что, блин, что-то не работает. То есть вот моя стратегия сломалась. Она продолжает работать. По чуть-чуть, если так в день 25, 5 тысяч должен в день сделать. Объемы соответствующие. Ситуации могут быть на рынке разные, но я, опять же, говорю, от минимального. Ты достаточно молодой трейдер. Как ты считаешь, насколько тебе хватит? Прогнозировал как-нибудь? Ну, то, что вот буду торговать 10 лет, 15, 20. Просто с тем ритмом, который у тебя сейчас, да, как ты считаешь, насколько тебе хватит? Ну, я могу сказать так, что я не устал. Я знаю, куда мне еще идти. Я не вижу, как бы сказать, потолка. И в ближайшее время я не планирую. Все, что я делаю, это можно умножить на два, потом умножить еще на два. Это еще вот так масштабируется. То есть нет еще каких-то таких проблем, что надо как-то переосмысливать куда-то в другую тему переходить. Трейдинг пока дает возможности. О будущем не думал? О будущем? Да. Что делать после трейдинга? Да. Если есть возможности, вот у тебя есть какие-то деньги, финансы, ты берешь, обустраиваешь свою жизнь. И уже как бы с этой базой, опять же, у тебя есть дом, как бы какое-то некое благополучие, ты уже можешь дальше планировать. Пока я в процессе стремления к этому, чтобы у меня было все хорошо и у моих близких, то пока таких вопросов не стоит и глобальных. А что дальше? Это не имеет смысла сейчас задумываться. Просто наши мысли и мечты, они, так скажем, программируют наше сознание на достижение целей. Я как никто другой знает, что это все работает. Потому что я как-то сидел, вот тоже так же, чем я буду заниматься. И вот я написал, что трейдингом, вот как будут деньги, вот это. А возможно и хобби, путешествие. И тут начинается вот этот 22-й год, и я как бы нагоняю все вот эти вот мысли, которые я себе записывал и хотел их достичь. Как ты считаешь, у нашего поколения есть ли пробел в финансовой грамотности? Вот мне кажется, что если бы я не там начитался каких-то умных книжек в студенческие годы, то я бы вообще не знал. Было бы вообще все по-другому. Я бы сейчас где-то работал, не знаю, не хочется никого обидеть, но в общем на дядю и ну было бы все по-другому. Как ты считаешь? Значит, финансовой грамотности, ну в универе ее не было, в школе особого этого нет. Это как-то такой жизненный момент. И, наверное, вот эта финансовая грамотность появляется, когда ты, наверное, арендуешь жилье свое. Ну там оплатить, коммунально, посчитать, а что это такое? Мне кажется, это даже больше не к школе и универу, наверное, больше к родителям. Ну да, в том числе. То есть, несмотря на то, что кто-то благополучен и финансовой грамотности нет. Просто как работать с деньгами и как... Да, есть ли они у кого-то там... Вот студенты, они бедные. Где ему учиться? Вот они потом получают деньги, у них какие идеи? Купить себе жилье. Ну вот где-то остановиться, найти работу. И вот он зарабатывает, там влазит в ипотеку. Какая там финансовая грамотность? Ну вот у тебя есть то, что ты понимаешь, что вот столько у тебя денег на еду, столько у тебя денег на это, столько у тебя денег на это. Остальное аренда. Вот. И ты будешь вот это по чуть-чуть платить, а потом уже дальше подумаем. То есть, ну вот человек завязан на этом. Когда ты начинал торговать, ты столкнулся с одобрением или неодобрением со стороны родственников или друзей? Ну, мне не запрещали ничего делать. Говорят, ну если хочешь, занимайся, делай. Но ищи альтернативы, чтобы как бы вот эта вся твоя какая-то штука интересная не помешала тебе потом самому как бы двигаться. Ну я был студент, мне естественно помогали. У тебя родители, им было все равно, чем ты занимаешься, трейдинг и трейдинг. Но они рекомендовали то, что ну давай, если ты уж учишься на информационном безопасности, найди какую-нибудь работу, набирайся опыта. Это как бы правильно. Правильно они размышляли и все делали. И переживали они тоже правильно. Насколько оказывается тяжело заработать первые 50 рублей на рынке? Тяжело. Ну действительно же тяжело. Просто многие смеются с этого, но это не так можно сделать. Я помню, как я собирал типа спред. Ну как мне объяснили, это сбор спреда. Там были как раз такие широкие спреды. И я помню, что я ковырял распадскую. На что ты тогда говорил, что она типа могильная акция, вообще лучше ее не трогать. Могильная? Да, да. Ты сказал могильная, я не понял почему. Слушай, ну если она тебе... Ну типа она кого-то похоронила, я не знаю, ну типа хорошо. Я вот ее так собирал, собирал, и когда там типа 10 рублей, вижу просадку, и блин, такой вау. Типа вот так можно. И в голове было представление, что ну типа чуть больше объема будешь делать, и вот в принципе в два раза больше. Вот заходил одним лотиком, сейчас двумя, и вот все будет классно. А потом какая-нибудь такая свечка куда-нибудь, такой думаешь, а что делать вообще? Как? Такой оп, и где-то ты собирал 3 часа, и ты где-то за 1 минуту все отдал. И сидишь такой, и что, это так весь трейдинг будет? А по факту, он потом понимаешь, ну постепенно, что там... Где надо, где не надо. Где надо, где не надо, да. Эти ловли ножей, то есть такой, ну если упало, значит оно вырастет. Ты такой оп, щелкнул, она ниже, и такой, ты вышел, опять перезашел, она опять ниже. И пока вот так не научишься, не поймешь это все. Тяжело учение, легко в бою, да. Ну вот, как бы пока маленький счет берешь. Ну это как бы, все это сто раз говорят. На маленьких суммах напрактиковался, с большими суммами уже проще. Ты уже как бы опытный, ты понимаешь, что делать и как. Ну тоже со своими нюансами там. Ну да, понятно то, что там может в какие-то ситуации ты уже не сможешь вот так зайти. Но все приходит с опытом. Вот то, что реально ты нарабатываешь какую-то свою фишку, ты понимаешь, на чем ты зарабатываешь. И вот каждый трейдер, он как бы особенный. Все делаем одно и то же, а результаты разные. Ну да. Вот. Кто-то даже в одной сделке бывает в плюсе, в минусе, хотя бы свечка одна там вверх. А как? Что для тебя лежит в основе сделки? Что делать, чтобы заработать? Собственно, твоя торговая статика. Пробовать. Пробовать. Серьезно. Я вижу треугольники, я вот каждый треугольник, что вижу, я каждый отработаю, если я его вижу. Даже если инструмент не торговал, я зайду, посмотрю. То есть это техническая формация какая-то? Да, технические формации все. То есть, ну я не лазил в новости. И еще активность такая. Ну, объективные вещи. Но есть вот это, когда идут обычные объемы, и вот, например, треугольник, и ты видишь то, что объемы уже, ну вообще льют. Ты как-то так скептически на новости сейчас сделал. Ты не смотришь новости? Не отрабатываешь их? Да отрабатываю, но обычно стакани уже не отрабатываются. То есть новости выходят не сразу. То есть как она выходит, а стакан уже отработался. Вот, кстати, видишь, первый момент, который нас с тобой отличает. Потому что я, если, ну если есть новости, я точно полезу туда. Ну, а ты когда залазишь, а там уже свечка. Что ты будешь делать? Типа попробуешь дальше залазить? Как говорится, крутить сальто внутри стакана. Там, скорее всего, кто зашел, такие на панике, кто-то скинется. Ты там зашел по хаям, тебе прокатило. То есть для тебя приоритетно это техническая формация и стакан. Техническая формация и быть первым, да. Ну, то есть ты зашел на какой-нибудь минимальный объем, просто посмотреть. Если идет какое-то достаточно существенное разъедание, РТС растет, какие-то, ну, рынок вообще сам растет, и какой-то инструмент вот буксует, ты на этом можешь заработать. Вероятно, что инструмент такой решит против рынка идти. Но это, опять же, вопрос может новостей. То есть вот он не растет, что там... Скорее всего. А бывает ситуация, как раз, проедает. И вот статистически у меня так получается, что вот все пробойные форм... Ну, весь тренинг заключается в пробойной формации. Есть треугольник, поджатие... То есть лежит в основе твоей торговой системы. А там дальше работать с позицией. То есть раньше я там как на импульсе закрыл, все, красава. Потом часть закрыл, часть подержал. Потом сейчас там добавился, если, например, подставили плотность. То есть вот это уже начинается развиваться такие механические темы. То есть как такие микросделки, внутрисделки основной. Давай поговорим немного о страданиях. С какими дневными потерями тебе приходилось справляться? Ну, я помню, что у меня был хороший день, где-то, ну, 17 тысяч. И я ее закрываю в минус 32 за последние 2 минуты. А как это так получилось? Закрытие. Мне всегда очень интересно посмотреть за валютой, под закрытие, потому что там бывают какие-нибудь прострельчики, еще что-нибудь. И в итоге такая ситуация была, что я лимитку поставил на прострел. Прострел произошел, и там поставили плотность. Застрел. Да. Я такой подумаю, ну, добавлюсь, ее сейчас же разъедят и вниз пойдет. А она в итоге, эта плотность, ее начинают разъедать, она обновляется, это оказывается айс, и его ставят на такое же расстояние, еще выше. Абалдеть. И то есть я, как бы зашел. А что это было за инструмент? Евро. И валюта, да. Как бы валюта была в плюсе, все классно. У меня там был основной плюс, я помню, на валюте. По итогу что вышло? То, что я раз зашел, по сути, уже в минусе, ну, как бы, точнее в нуле был, там небольшой минус, ну, айс поставили, я такой думаю, ну, сейчас разъем и вниз. Ну, блин, он очень сильно вырос. А в итоге он еще раз стреляет на такую же палку. Я отдаю, короче, весь плюс. Потом думаю, ну, блин, надо же отбиться, это же, блин, он не может вечно ставить вот эти айсы. Тильт активейтед. Ну, а не комфортно же, было 17, а тут бац, уже ноль. Ну, конечно, конечно, я могу представить. Ну, там даже не ноль, уже минус был, там минус 5. Я такой, ну, вот, все, он поставил, чтобы в реализацию точно. Да, да, да. Захожу, он еще выше ставит, я такой, ну, все, ладно, до свидания, я пошел. Ну, это был самый большой минус? Нет. А какой самый большой? Ну, самый большой минус, я помню, это на акциях, я помню, это был Митчелл. Ну, там был некий баг. У меня была просадка. Баг чего? Системы? Мозга и системы. Я понимаю, что я уже в марже, то есть все, крою позицию. И тут робот решает, короче, еще кинуть. Типа подумал, что я не закрыл позицию, и кидает в противоход. А в этот момент Митчелл начинает откупать. И то есть меня в другую сторону еще маржа. А ты не вернула еще? Ну, да. И что в итоге? Ну, и в итоге было минус маржа, а потом почти что еще дополнительное маржа. Это столько же. Просадка, еще минус просадка. Еще, да, половина просадки. Сколько в абсолютных величинах? В абсолютных? Было минус... Ну, ладно, эта сделка была минус 30, но она вот некомфортная на акциях. А основной минус был на валюте, это там минус 50, 60, ну, такое. За день? За день. Это вот как раз таки вот на августской неделе, что... Ну, там суммарно вышло минус 56, но основной... То есть фактически актуальные цифры, которые вот-вот были. Да. Первая неделя августа, соответственно, там было много убыточных дней, да, подряд. Ну, то есть, можно сказать, такая черная полосочка, небольшая. Как выходить из такого положения, из такого состояния? Ну, достаточно тяжело, наверное, как-то. Я после этого общался с ребятами, опять же, из офиса, типа, а что? Что делать? Ну, вот, у меня был первый убыточный день, и я на основании этого дня, то, что я постоянно пытался этот день покрыть днем, я постоянно, ну, брал на себя больший риск. Ну, хотелось там не часть подрезать, то есть там, например, был день плюс 20, от 56 тысячи лося, ну, как бы, отрезал, вот, 36 осталось отбить. Логично. А ты продолжаешь такой, думаешь, ну, сейчас еще десяточек, да, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и как бы на следующие дни меньше придется отбивать. Да. И вот это вот чуть-чуть, просто еще минусы. И ты такой сидишь, ну, брен, еще больше минусов. Ну, нормально же было. Да, все хорошо начиналось, почему так? Ну, бывает, день вот плохой, он, ну, просто плохой. И вот главное, чтобы его не подпитывать другими днями. Так как ты выходил из этого положения? Все-таки останавливался? Ну, мы пообщались с ребятами, вот опять же возвращаюсь. Если чувствуется, что ты уже что-то не так делаешь, то есть, например, лосанул, остановись, все, не трогай. Обычно вот это бывает ситуация отбития, хочется отбить. Ты постоянно в голове держишь мысль то, что вот тебе облось, надо вот отбить, у тебя там неделя. Абстрагируйся от всего этого, работай вот как сейчас. Вот это тяжело. Обычно бывает, что вот ты как раз-таки этот черный полосовый знак из-за того, что вот это все в голове держится. Ты приходишь уже с мыслью то, что у тебя минус. Хотя, по сути, у тебя там все по нулям стоит, но ты знаешь, что у тебя минус. И ты не можешь от этого никак отцепиться. И вот надо как-то вот себя перебарывать, находить в себе какие-то вещи, которые тебя могут смотивировать, то, что ну не так и критично. А что тебе помогло выйти из этого? Помимо разговора? Для меня это был минус 96, да. Небольшой убыток, да? Ну, в соотношении типа сколько я заработал в прошлый месяц вообще как бы я такой начинаю себя как-то привободрять такой. Ну, я же в прошлом месяце заработал. Нормальный месяц был. Да, нормальный месяц был. Могу позволить. Да, немножко как бы там ну вышло не очень, неудачно. Поэтому я как бы ну находить какие-то позитивные стороны. Я понял. И так вот себя вытаскивать из этого. Сказать, что там типа дальше темка будет и заработаешь. Она так и была. То есть всегда есть возможность отбиться. Главное просто подходить к ней не с горячей головой. Вот из-за этих убытков. А если говорить о дневных рекордах? Что для тебя было дневным рекордом? Ну про стрелы на валюте. Это как раз у меня мастер-класс был. Это вообще. Сижу там что-то в чате ребятам рассказываю про акции. То, что сейчас Митчелл буду. Такая кто-то О! В чате что? О! Валюта стреляет. А у меня как раз валюта была открыта в этот момент. Ну у меня запись была двух экранов. И просто вижу, что валюта стреляет в планку. И вот была эта сделка, где там то ли 25 лотиков. Ну выставил планки. Думаю, ну сейчас может еще стреляет. Я прострелил, и я сразу закрываю 500 тысяч. Типа одна секунда 500 тысяч. Я такой, чего? И то есть у меня это занимало там, ну, блин, это вообще это законно или как? И вот все выставлялись там, пробовали простреливать. И они, блин, происходили там раз пять прострелило. Потом уже начинает, знаешь, анализ типа, а вот что если бы я там выставил... Поставил 50, а может быть 100. Да, я бы там заработал просто на квартиру. Нет, давай не будем рассматривать вот такие, так скажем, легкие деньги. А если это был такой, знаешь, трудовой день, прям обычный трейдинг, когда получилось заработать, какой рекорд был? Ну за 100 тысяч я помню то, что, ну по площадкам так вот размазано. Насколько помню, рынок падал весь, и был какой-то вот этот откуп. И получилось вот этот шорт взять и лонг на акциях. И там у меня на акциях вышло 80. Туда суммируем валюту, то, что что-то получилось там чуть-чуть взять и фьючерс, и она там вышла за 100 тысяч. Я не собрал так информацию, чтобы подробно... Я помню властей так своих. Конечно, ты их помнишь, у тебя их нет почти. А ты можешь выделить один там или парочку трейдов, которые ты не забудешь никогда? Что-то, что прям запало. Давай так, один трейд, который прям получилось очень хорошо заработать, тебе понравился этот трейд. И один трейд, который ты никогда не забудешь, потому что тебя размазюкало так, что... Я могу рассказать интересную сделку. Ну давай. Это, например, тоже не ликвид, Иркт. Иркутская энергия, да? Да, Иркутская энергия. Я не знаю, как я это вообще подумал и решил. Открываю инструмент с открытия. Вижу то, что там треугольник. Открытие как бы на тех же ценах открывается. Думаю, ну стоим, не падаем. Рынок вроде бы растет, Иркут тоже чуть-чуть покупают. Я решил покупать вместе с рынком. Просто по рынку щелкаю, щелкаю, щелкаю. Думаю, что инструмент стоит 20 копеек. Он двухрублевый, оказывается. Щелкаю, 200. По итогу смотрю так по рынку. Типа, ну такая есть практика, когда ты заходишь в сделки, ты во многих инструментах стоишь, обновляешь данные на сайте, чтобы посмотреть, сколько у тебя суммарно позиция тянется. То есть, сколько ты в моменте имеешь. Я что-то не понял. Типа, смотрю топы, 75 тысяч. Первые минуты торгов, 75 тысяч. Я говорю, чего? Смотрю, Иркут такой тянется. А он именно пампится, пампится. Я такой, блин, а что? И как бы такой, ну-ка закрой его, потому что реально риск большой, стакан пустой, а он дальше растет. А позиция большая. То есть, мне вот эти 200 кинуть, я половину свечи просто скрываю. И я скидываю вот так вот эту свечу и рисую вот эту свечку типа назад вниз. Ну это жестко. И в итоге, сколько получилось закрыть? Ну получается, там было в моменте 75. Из-за того, что цена размазалась, я там закрыл 38. Обалдеть. Просто за первую минуту торгов. Надо было как-то по одному лотику там пробовать. Да, ну я как-то это на панике, то что... Испугался? Да, да. Я сначала сцел комфортно, типа ну 20 копеечный, там все. Да. Это вот такое, знаешь, глупость, то, что мне повезло. Из таких вот качественных, ну допустим, тот же Газпром, когда выход был. Ну там у него много всяких было. Да, у него было много выходов. Да. Я не могу сказать дату, но там даже... Вверх-вниз? Вверх. Ну это было давно. Это было давно, и неправда. Пытался просто залиться. И потом еще, почему мне это сделать, понравилось, то, что на всех вкатах я только добавлялся. Я не скидывался, то есть я добавлялся, а он дальше шел, шел, шел. И вот эта ситуация... Сколько ты набрал лотов в позиции? Ну я зашел на тысячу, и потом добирался там соточкой, вот так вот там добавился, 250 добавил. Ну и там тоже получился порядок нормально заработать. В абсолютных величинах? В абсолютных величинах меньше, чем Иркт, там где-то 20. Из убыточных, ну валюта вот эта вот с евро, ну это просто... Ты хочешь что-то сделать, а оно не так. И оно еще раз не так говорит тебе, то, что не сегодня, не сейчас, и оно тебя мажет. Да куча классных сделок. Омес можно вспомнить, то, что я целый день набирался в треугольнике, и этот треугольник пробил. Ты прям по таким, по неликвидам. Ну, это... Тебе нравится это? Я все хочу отработать, ну все может пойти. Ну, в теории, да. Я просто научен вот этой темой, что вот с этими было энергетиками, любой инструмент может потенциали... Если там он раньше вот так ходил, а появились объемы, все, значит, есть какой-то участник, что-то он хочет. И ты смотришь, позитив, тоже как бы инструмент неликвидный, а потом хоп, с открытия рисует палки там 400-500 пунктов. Тоже так же я зашел, он рос, я добавлялся-добавлялся, скинулся, вот тебе там 20 тысяч. А сколько ты единовременно просматриваешь инструментов? Ну, у меня 3 экрана, на одном 9 стаканов, на других 10. Ну, по 10. Практически 30 стаканов единовременно. Ну, там, где 9, это валюта, то есть это отдельно валюта, остальное это все акции. Просто многие начинающие трейдеры спрашивают, а стоит ли мне смотреть там 4 стакана единовременно? Или стоит начать с одного? На мой взгляд, лучше, конечно, сразу привыкать к какому-то там большому количеству инструментов. Я пришел вот к такой технике, что я оставил эту ленту уведомлений, алерты расставил. У меня вкладки, увижу алерт, открываю нужную вкладку, там все это указывается, и все, отрабатываешь. То есть по факту стаканов там еще больше. Ну, да. «Газпром, Сбер», потому что они как бы влияют на весь рынок. Если ты увидел, что «Газпром, Сбер» пошел, или, допустим, отработана такая ситуация, что «Сбер» пошел, прям летит, ты сразу можешь вкладать держать, а что там у ВТБ, а что там в Сибоме, там, в Секторе, «Сбер» и «Префи», и ты такой «Опа», а они там, например, уперлись в Айс. Поджимают. Да, и ты начинаешь в него заходить. Ну, то есть ты «Сбер» не успел, и ты видишь, что он прям вообще летит как не в себя. Все, он за собой потянет РТС и весь рынок. Что для тебя хороший трейд? Такой трейд, который ты спланировал, и он полностью отработался, и ты в нем участвовал. А такое возможно, что ты спланировал, и все получилось? По вероятности, возможно. Что, почему нет? У тебя были такие? Конечно. Что сценарий отработался на 100%. Да, то есть ты представь, что вот часовой хай, я здесь добавлю столько-то, если в кате, добавлюсь на вкате, в разъедание еще добавлюсь, в выросту, если поставить плутность, добавлюсь. И то есть, когда у тебя в голове вот эти все мысли, и они отрабатываются, ты, во-первых, уже такой... Уверенней, да? Да, уверенней. Такой, даже, может, даже в каком-то степени понаглей, такой, ну, можно даже еще вот это сделать. И если это все в сумме отрабатывается, все. Классный трейд. Жадность в трейдинге? Есть. Есть? Как ты это принимаешь, воспринимаешь? Как она проявляется? Ну, все зависит, опять же, скорее всего, от темперамента человека. Я такой, как бы, консервативный. И если даже чуть-чуть там лосанул, все, паника и все остальное. А некоторым там... То есть у тебя выключается жадность, получается? Просто, на мой взгляд, она появляется как раз тогда, когда ты терпишь... Вот. Мне кажется, она возникает у тех, у кого завышено ожидание. То есть, если ты ставишь себе планку, и ты не около нее находишься, у тебя сразу возникает вопрос. А может, я что-то делал не так? И из-за этого человек больше идет на риск, и этот тиль появляется. А если я поставил какую-нибудь цель там меньше, и ты ее достиг, ты уже такой говоришь себе, я красавчик, вот. Попробуй еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И вот это чуть-чуть, 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 чуть-чуть выливается там, вот. У тебя было такое эмоциональное состояние во время торговли, что ты находишься на грани создания проблемы, которую придется решать, возможно, не один день или неделю, а, возможно, несколько недель. Ну, то есть, ты знаешь, ну, в таком прям жестком тильте находишься. Что, возможно, сейчас... Если... Я пожалею о том, что сделаю. Ну, это как раз, возможно, это к вопросу о евро, когда ты рассказывал. Ну, это было обидно. Я просто смотрел эти сделки, и то, что... Вот то, что хотел сделать, оно кардинально, наоборот, отрабатывается. Обычно бывает, что какая-то, ну, есть вероятность, ну, хоть как-то минимизировать, а здесь просто, как на всю котлету тебя тянет, мажет, и ты сделать ничего не можешь. То есть, ну, ты сейчас закроешься, в просадке летаешь, и как бы ты можешь так закрыть, так закрыть, там уже как бы бессмысленно. Стакан пустой. То есть вот кинули, все, видимо, все рассчитывали, что это... Ну, а как бороться с этим эмоциональным состоянием? И стоит ли? Или вообще просто надо не торговать? В данный момент отрабатываешь ситуацию. И, возможно, если ты уже там борщинул, либо думаешь о том, чтобы борщнуть, это может повлечь за собой очень печальные последствия. Это как раз к вопросу о ситуации по евро, да? Закрой сделку, выговорись, поматерись. Скажи там своему товарищу, ну, просто такая она вот скопина. То есть если возникла такая мысль, что может быть все плохо, то лучше отойти от компьютера? Я сейчас скажу очень красиво. Нужно, чтобы любые эмоции им дать сгореть, прогореть. Если ты как бы тельтануешь, сидишь еще в себе и их держишь, она повлияет на то, что ты этими эмоциями и другие площадки сольешь, и еще что-нибудь сделаешь плохое. Сделано некрасиво, ну, выговорись. Ну, просто, ну, все. Хотел так, не так, оно не пошло. Пусть тебя, ну, человек поддержит, сам себя как-то поддержи, то есть найди. В моменте ты ничего не сделаешь, ну, то есть ты уже находишься в этом состоянии, все. У тебя нет вот этого состояния, что ты так резко переключился, ты такой робот, оп, и все. Это будет постепенный процесс, ты потихоньку будешь отходить, какие-нибудь положительные, можешь даже в сторону находить вот этого всего произошедшего. А так, ну, оно, это будет. Подвожу к такой мысли о том, что это очень распространенная проблема у криптотрейдеров, наверное, в первую очередь, у тех ребят, которые не имеют внешнего риск-менеджера, и им приходится самостоятельно контролировать риски. Тут вопрос как раз-то, вот как раз-то о минимизации рисков, как это сделать. То есть когда ты уже в не в адекватном состоянии, уже слил больше положенного, некому тебя оттащить от компьютера. Я думаю, не зря придумали вот как раз-таки... Как минимизировать риск как раз? Если ты уже вышел за лимит остановиться и не торговать какое-то время, даже если как... Ну, обычно бывает вот такая ситуация. Ты размотался на какой-то волатильности, допустим, да? И ты же на этой же волатильности думаешь, что ты сейчас на этой волатильности отобьёшься. Да, вернул потерянное. Да. И заходишь, и обычно это сорвается так, что ты как раз-таки вылетаешь за эти лимиты. Нужно уметь смириться с потерями. Мы коснулись тему волатильности. Они видят, что есть волатильность и якобы есть возможность отбиться. Нет, но в этой ситуации смотри, например, ты попал в противоход, и ты пытаешься как раз-таки поймать обратную. То есть контртренд. Ножички. Ножички, да. Потому что ты уже думаешь, ну, блин, если я тут захотел это, уже всё, не могу, вышел, значит, всё, вот тут будет разворот. А разворота нет. Ну, это такая... То есть изначально непонятая ситуация, она вряд ли приведёт к какому-то положительному результату? Ну, начинает человек форсировать, типа, события, что... А вот сейчас развернётся, потому что вот он... Должна. Должна, да. И он лезет. Хотя вот потом он, если задумается, вот если бы у тебя не было этого власти, ты бы здесь зашёл, он бы никогда в жизни туда не зашёл. Подумал бы, ну, херня, ну, уже не успел. Типа, уходящий поезд. Давай поговорим о психологии. У тебя уже есть опыт работы с начинающими трейдерами. И какие бы, там, три проблемы ты бы выделил, с которыми они сталкиваются? Ну, я скажу так. Недостаточно многие уделяют времени механике. Что ты имеешь в виду? Вход в позицию, выход из позиции. Быстро нажать кнопки. Быстро выйти из сделки. Быстро вот эти вот... все вопросы в приводы. Может быть, это вопрос привычки какой-то? То есть нет... Это надо нарабатывать. Это нужно нарабатывать. А нарабатываешь ты именно таким способом, что должен постоянно делать сделки. И вот почему рекомендуется там пересбор спреда, мне кажется, не для того, чтобы разгонять счет, а для того, чтобы нарабатывать вот этот навык входа, сделки и выхода. Важная составляющая. Второе там, то, что сделать 50 рублей за день, это класс. Ну, это типа уровень. Ты только начинаешь торговать, зашел в инструмент, что-то пробуешь делать, а по итогу вот ты сделал уже просадку. И я вот уверен, что вот это должна какая-то некая уверенность в себе быть. У многих этой уверенности нет. Они такие, да, 50 рублей, там он же выложили, там он по тысяче и сколько-то зарабатывает. Но они-то уже опыт имеют, а у них опыт вот первый день или там, не знаю, неделя. Что такое неделя и что такое там, допустим, 2-3 года. Это уже разные вещи, и как бы люди иногда не на том акцентируются, и из-за этого все происходит. Так что первая вещь... Не понимают еще, насколько это разные уровни. Да, да. И третье, наверное, вот работа, опять же, психология, ну, это позитивное мышление. То, что, например, убыток – это некий опыт своего рода. То есть вот у меня неделя была убыточная, могу я сказать, что это плохо. Ну, то, что я потерял деньги – плохо. Потенциальный заработок был, я его тоже потерял – плохо. Но оно было бы. Рано или поздно что-то подобное было. И я это как бы пережил. Я это вот для себя понял, как это решить. Сделал выводы и пошел дальше. Да, да. Все. И не жалею. Ну, вот, все, вот так оно есть. То есть вот произошло и прошло. Самое смешное, я сейчас говорю, такие умные вещи, хотя сам, ну, вот... В панцире. Да, все это я переживал. То, что, а может, это не мое, а может, это вот... Ну, не получается. Ну, ты же это переживал, сейчас же этого нет. Сейчас этого нет. Ну, поэтому ты говоришь эти умные вещи. Да, вот. Поэтому ты здесь сидишь. Все, хорошо. Вот у нас есть три проблемы. Как их решать? Проявлять интерес. То есть задавать вопросы. Но конструктивные вопросы. То есть человек, например, нашел инструмент, ему интересно. Скажи, вот есть инструмент. Обратись там, не знаю, к наставнику, к человеку, который торгует. Вот я хочу разобраться. Например, как настроить? Вот как ты настраиваешь? И уже на примере вот каком-то таком локальном ты можешь уже в глобале сделать. То есть ты уже видишь пример, как ты разобрал один инструмент, как он входит, тебе сказали какие-то вводные данные. Ты на основании этого инструмента можешь какие-то другие инструменты настроить. И, допустим, ты их сделал и спросил человека, а вот я сделал правильно, и он тебе скажет так. Это уже вот процесс. То есть человек начал что-то копаться, искать. Ну, это работа уже с человеком, у которого есть какой-то опыт. Просто не у всех есть такая возможность общаться, ну, тех, кто нас смотрит, общаться с ребятами, у которых есть более большой опыт в торговле. То есть это работает в рамках там компании, например. Но если человек... Я просто подумал, ты меня спросил, как наставничество или что-то подобное, поэтому я так отвечаю. Ладно, справедливо. То есть, хорошо, работа с наставником или с человеком, у которого есть более большой... Ну, это факт. Вот я пусть немного... Ну, людей у меня смотрели мои мастер-классы и все остальное, но... Оно видно, человек, который интересуется, у него есть результат. Человек, который не интересуется, у него результатов так таковых и нет. Ну, потому что он ничего не делает. Ну, то есть открылся счет, он там попробовал раз-два, все. Нет горящих глаз. Нет ничего, да. Это даже не трейдинг, это вообще про жизнь. Вот если у тебя нет интереса, все, тут песня, то тут уже ничего не поделаешь. Нужно себя чем-то подпитывать всегда. А если у тебя этой подпитки нет, особенно на первоначальном этапе, очень тяжело. Это вопрос такой философский, сложный, и я уже предвосхищаю твой сарказм по этому поводу. Но как ты считаешь, почему, например, у тебя получилось, а у сотни других людей нет? Я сидел 24 на 7. Просто у меня была возможность заниматься этим. То есть я как диплом защитил, там с армии, все, я поставил, вот все, я буду заниматься трейдингом, и ничего, кроме трейдинга. У меня вот какая-то такая уверенность, что если что-то делать, 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 оно получится. Вот эта вот убежденность была. Мне помогали то, что хорошо у сестры пожить. То есть вот эти вопросы, если у тебя нет каких-то отвлекающих факторов, то, что там есть жилье, есть вот, ну, ты можешь жить. Не обременен ничего. Да, ничем не обременен. То, блин, класс. И я этим воспользовался. Поэтому для меня это было неким преимуществом. У меня не было никаких, то есть ничего с душой не было. Я брал и занимался тем, чем хочу. То есть ты считаешь, отсутствие какого-то груза психологического тебе и помогло в этом? Конечно. А если человек все-таки имеет там семью, и у него есть... Это тяжело. Но представь, насколько человек сильный, если он смог, имея такой груз. Ну да. Это я-то, ладно, видишь, вот лошок оказался. То, что вот у меня не было таких трудностей. Но, по сути, если ты преодолел эти трудности, то ты вообще сильный человек. Ну да. И это классно. Нужно уметь принимать решения, брать на себя ответственность. Как ты считаешь, нужна ли трейдеру команда? Да. Для чего? Чтобы быстрее развиваться. И чтобы ты мог... Ну, это уровень соревнований, может быть. Ты видишь то, что, например, вы вместе начали, и человек что-то делает, он может подсказать, что он сделал. И он попробует, может быть, это ему поможет. И так же ты что-то сделал, у тебя лучше получается, чем у кого-то. Ты рассказал. Человек попробовал, у него получилось. Коллективизм. Да, да. Это все вот так оно. Как бы общий опыт есть, и вы делитесь им, и потом у кого-то что-то, может, какая-то еще новая тема открывается, он ей делится, и он потом перестает работать. Потому что он делится. Да, да. И все, как бы все загубилось. Но... Ну, я умею хорошо отвечать на вопрос. У меня это все сработало. Мы сидели в офисе на Плехановской, так же общались. Во, есть там тема, давай посмотрим. Открываем там, отморжило. Хорошо. Двигаемся дальше. Да, да, двигаемся дальше. По-разному бывает, но это тоже опыт, это тоже будет. То есть, ну, всякое бывает. Когда общаешься и обсуждаешь ситуации, оно и как-то веселее вроде. Да. А если вас мажут всех вместе, то ну и ладно. Ну, это вот даже сама обстановка. Ты находишься, например, в офисе или там в чате. Ну, кому как получается. Ты слышишь вот эту вот всю активность, то, что ты не один. Ну, были моменты, когда ты один торгуешь. Вот как-то так. Ну, у тебя же есть опыт торговли в одного, так сказать. Обособленный. Обособленный, да. Да, есть. И в команде. Могу так сказать. То, что многое ты упускаешь. То есть, у тебя был настроен, например, торговый день, или план был, и ты, например, не смотрел, там не общался ни с кем, ты можешь что-то упустить. Ты также можешь что-то откроешь, а потом, если так вот берешь, в конце дня открываешь, например, чат какой-нибудь там, Дискорд или еще что-нибудь, а там, оказывается, вон ребята где-то... Была ситуация, а ты ее пропустил. А ты как бы и не поучаствовал, а все заработали. И такое, ну, блин, бывает. То есть куча глаз, все смотрят на рынок, и по-любому кто-нибудь что-нибудь увидит, и как-то это возьмет на себя старшего и скажет, что ребят, все. Там можно заработать. Да-да-да, вперед. Мы с тобой коснулись темы путешествий. Ты недавно прилетел из отпуска, вы были на Бали. Скажи, пожалуйста, что надо посетить обязательно там? Все храмы. Что тебе больше всего понравилось? Блин, там сам по себе культура классная и храмы. Как обычно бывает, когда приезжаешь, находишь ключевые точки, хочешь их все посетить. А ты там торговал? Да. Пробовал? Да. И как там торговля на ММВБ? Да у меня все хорошо было. В три часа открытия попробовал, не получилось, пошел в бассейн и искал. А какой там часовой пояс? Блин, когда у нас 10, у них получается 3 часа, 5 часов разницы. И как-то, ну, удобно, да? Получается, открытие поторговалось? А в 12 закрытие, ночь. А ты там больше, ну, какие у тебя там обычные сделки были? Просто если пинг высокий, быстро как-то выйти, зайти и спрятать? Тянул валюту. А, то есть больше такие позиционные, да? И, блин, это смешно, но реально так отработалось. А почему ты не торгуешь крипторынок сейчас? Ну, не пробуешь? Мне кажется, я начну его пробовать, когда на маме будет все плохо. Потому что у меня нет сейчас возможности отвлекаться на что-то еще. То есть, московская биржа дает, и ты не хочешь диверсифицировать? Ну, это, наоборот, отвлечение внимания. Ты распыляешься. А в планах думаешь попробовать? Перейти? Все равно придется начать. Но я уверен, что что-то может произойти, например, там, мамба, что-то может остановиться, а крипто не остановится. Все возможно. Или наоборот. Или наоборот. Ты, наверное, торгуешь крипторынок, а он остановился, и все, и больше не будет ходить. Что дал тебе трейдинг? От каких-то ментальных вещей до материальных? Ну, помимо материальных, то, что появились возможности. Некоторые вопросы, которые я планировал решать, в течение каких-то лет, у меня получилось решить за месяц, какие-то вообще за дни. То есть раз, и все. Поездки, да? Поездки. Я тоже мечтал. Ну, мысль в том, что то, что ты планируешь на жизнь, из-за того, что у тебя получается в тренинге, ты это быстро, быстро достигаешь, если у тебя получается. Опять же, финансы, время, возможности. Вот какой-то там какой-то вопрос уравнения. А, слушай, это как раз к первому вопросу, как бы ты охарактеризовал трейдинг. А. Ты ответил практически в самом конце интервью, практически. Да. Не зря сидели. Финальный вопрос. Я его, как обычно, зачитаю. Весь секрет в том, что каждый день делать какие-то, на первый взгляд, совсем незначительные вещи, помогающие становиться лучше. Это моя цель. В том, что касается работы, целью моей жизни является постоянный рост. Я знаю, что если мне удастся вносить в каждый день небольшие улучшения в мою торговлю, рано или поздно это отразится на балансе моего счета. Вопрос. Как говорится, дьявол кроется в деталях. И что, на твой взгляд, эти незначительные вещи, чем они являются, что помогают трейдеру спрогрессировать? В принципе, можно как раз все вещи, о которых мы сейчас поговорили, саккумулировать. Психология, то, что мы делаем с периодом, как мы работаем. Даже отстраниться от трейдинга. Как у тебя вообще жизнь идет? Все ли хорошо? Если все хорошо, оно распространяется на все остальные твои действия. Все, что ты делаешь. Сферы жизни. Да. Если ты там хорошо постарался, у тебя получилось, там получилось. Она распространяется на всю остальную твою деятельность. Нужно анализировать свою работу, на основании анализа ставить какие-то цели. Мне кажется, знаешь, он очень соотносится с тем, что ты сказал по поводу роста минимального лота. Возможно. фактически, тот минимальный лот, который ты для себя... Ну, психологически комфортный объект. Казалось бы, это незначительное что-то, но на дистанции это позволяет заработать прилично. Ну, и больше. То есть становиться, прогрессировать, становиться лучше. Да, но я хотел бы еще что добавить. Вопрос терпения. Как бы, вот ты раскачешься по чуть-чуть, медленно. Вопрос терпения. Вот у меня терпения было предостаточно, потому что, опять же, я был ничем не обременен. У кого-то этого терпения меньше. И иногда ему приходится идти на больший риск. Ну, в силу каких-то обстоятельств. То, что вот надо. Потому что я даю себе год. Если за год у меня, например, не получится, то все. У меня это заняло практически два года. Прямо чревато, если поторопиться. Ну, да. Ну, такой трейдинг, он не будет вот так, что постепенно. Риски огромные. Да. Всегда их считать. Да. Все это считается. Я все посчитал для себя. Вот как бы математика. То, что вот у меня есть столько-то времени, столько это я должен сделать. Если я это делаю, то так. Если я это не делаю, то так. У меня целое было расписано, что и как я буду делать. Я сделал себе методичку, все это я и делал. А потом очень интересно, когда на протяжении времени ты открываешь и видишь, что ты где-то в 19-м году писал, что я хочу там в 2000-е себе сделать просадку. Смешно? Ну, не очень смешно. Мне очень классно от этого. Классно? То, что я могу это вот так вот показать, то, что ну вот, смотрите. У меня тоже есть дневники, и так интересно почитать, что там было в 2015-2016 году. Я пытался очень культурно описать свое эмоциональное состояние. Там в позиции все остальное, то, что там чуть ли не ладошки потеют, все остальное. Да, да, это 100% всегда так. Ну вот. Я это, да, описывал. А сейчас как бы это перечитываешь, такое, ну вот, как бы не зря. Ладошки потели. Скажи какое-нибудь последнее напутствие нашим зрителям. Старайтесь, все получится. Ребят, ну одна жизнь. Просто старайтесь что-то, найдите себя, делайте, 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 у вас получится. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте свой трейдерский лайк, подписывайтесь, и всем хорошего трейда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok